Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Добрый день! В современном мире люди всегда стоят перед выбором, и в том числе перед выбором профессии. И порой предлагается им заменить любимое дело на более высокооплачиваемое, рутинное или тяжелое. Как в таких случаях поступать людям? Я думаю, что, конечно же, очень важно, когда для человека работа, то, чем он занимается постоянно, является любимым делом. Не просто такой скучной, нудной, надоевшей обязанностью, а тем, к чему рвется душа, к чему спешит сам человек. И мы знаем массу примеров того, как люди выбирали, пусть может быть, более хлопотное, менее оплачиваемое, но любимую работу, и достигали в ней каких-то успехов. Я думаю, что здесь выбор должен быть именно такой. Вы знаете, одно из качеств, которое теряется современным миром, это самопожертвование. Это готовность к тому, чтобы как-то утеснить себя материально, физически ради дела. Когда я был ректором семинара, я очень часто говорил студентам о том, что священник невозможен без самопожертвования. Сегодня масса народу работает на светских работах, даже не имея высшего образования, и получает зарплату значительно больше, чем ее получает священник. Это только в всяких рассказах, мы все ездим на мерседесах и питаемся черной икрой, и не знаем, как нам похудеть. На самом деле это далеко не так, и подавляющее большинство духовенства живет очень скромно. И в этом тоже проявляется готовность к самопожертвованию, готовность к тому, чтобы получать среднюю зарплату по региону, и все. И проповедовать людям Слово Божие. Я думаю, что это качество, оно должно всегда, навсегда оставаться с людьми. Поэтому я лично голосую, если так вот заговорить, за то, чтобы выбрать ту работу, которая человеку по душе, которая ему нравится, которую он любит. И вы знаете, ведь самый большой след в истории оставляли такие люди, которые были энтузиастами своего дела и добивались очень многого, и в том числе признания со стороны окружающих людей. И по-настоящему реализовывали себя, свои человеческие какие-то возможности. Поэтому мне кажется, что надо выбирать то, к чему лежит душа. А вообще может ли христианин думать о карьере? Это как считается грехом? Я думаю, что христианин может и должен думать о реализации и о максимально ответственном исполнении порученного ему дела, которому он поручен. А если это в качестве последствий еще принесет тому, что у него вдруг сложится карьера, это вполне возможно. Вот есть человек, он усерднее других. Начальство смотрит на него и думает, дай-ка мы ему сделаем чуть повыше, а потом еще чуть повыше, если он там тоже себя показал хорошо. И вот если карьера будет довеском к его просто порядочному, ответственному отношению к обязанностям, это очень хорошо, это нормально. Но стремиться именно к карьере, идти по головам, как это принято называть, интриговать и еще что-то делать, вот это, конечно, делать нельзя. Это не для христианина. Думать о благосостоянии. Ну почему? У каждого человека есть семья, дети, у них есть потребности, это совершенно нормально. Все должно быть с рассуждением и все должно везде, во всем надо придерживаться золотой середины. Или как святые отцы выражались царского пути, то есть не уклоняясь ни в одну сторону, ни в другую. Скажем, не плохо, когда человек махнет рукой и скажет, а вот я вот живу как птица небесная, ну дети там, ну голодные, ну бог с ними, пусть голодные. А я зато вот не трачу свои усилия на всякие глупости. Это плохо, это неправильно. Еще более неправильно, когда человек забросит все остальное и начнет только лихорадочно зарабатывать, зарабатывать, стремиться к все большим и большим каким-то материальным благам. Это тоже неправильно. Это две такие вот оборотные стороны, они похожи друг на друга по тому отрицательному влиянию, которое они оказывают на человека. И обе одинаково неприемлемы. А вот есть такие люди, которые уже добились чего-то, неважно, да, для них вот неважно каким способом, а потом они начинают заниматься благотворительностью. Это очень хорошо. Это хорошо? Конечно. Даже неважно, как они заработали. Ну, мы не можем судить о таких вещах, но видите, в чем дело. Церковь никогда не ставила регористических таких каких-то препон, да, вот только, ну, мало ли, человек, допустим, да, вот он получил собственность на залоговых эвакуационах, да, в 90-е годы. Неправильно? Неправильно. Но потом он не просто вывел деньги за границу и купил себе там яхту большую или еще что-то, какой-то замок средневековый, а продолжил, развил производство, содержит людей каких-то, дает им работу, вот развивает промышленность или там сельское хозяйство или еще что-то. Ну, и вот он решил, допустим, помочь детскому дому или построить больницу или еще что-то сделать, какой-то спортивный комплекс или храм. Что же в этом плохого? Я не вижу в этом какого-то, чего-то предосудительного. Это как раз нормально. Есть ли профессии нежелательные для христианина? Конечно. Это все профессии, связанные, ну, скажем так, с какими-то... Все профессии, которые не отвечают моральным принципам христианина, да. Я думаю, что нравственное чувство вообще просто обычного нормального человека, она им подсказывает, куда лучше не лезть и чем можно заниматься, чем не нужно. А священник работать, например, на светской работе может? Есть разная практика. Ну, скажем, вот за границей православные священники, русские православные священники зачастую работают. Вот, и потому что, ну, во-первых, там достаточно сложно, там нет, почти нет богослужений в будние дни недели. Сретение в этом году у нас в понедельник. Мы будем служить тогда, когда эта дата у нас есть в календаре. А, скажем, на западе наши храмы будут служить в воскресенье эту службу накануне, потому что в понедельник в церковь никто не придет, а только придут в воскресенье. У нас это сложно, потому что все-таки у нас у священника больше обязанностей, и он должен, конечно, отдавать себя приходу, тем более, что вот, ну, скажем, вот здесь вот, в Ульяновской области, да, если мы не считать сам город, то в провинции у нас здесь один священник, как правило, настоятельствует в трех, четырех, а иногда в пяти храмах. Вот, поэтому, конечно, работать на святской работе, это будет, это совершенно невозможно, да. Принципиального запрета, но это нет. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. 25 февраля православная церковь отмечает торжество, которое связано с памятью чудотворного образа Божьей Матери под названием Иверский. История иконы начинается в середине IX века. На юге Малой Азии одна благочестивая вдова попыталась спасти икону от иконоборцев, которые ударили ее копьем. Поэтому особенность этого образа – рана от копья на лике Божьей Матери. Через некоторое время икона в огненном столпе явилась монахом Иверского монастыря на Святой горе Афон и прославилась многочисленными чудотворениями. В России тоже издревле почитают этот образ. Одна из иверских икон Божьей Матери находится в храме в честь всех святых города Ульяновска. И хотя на первый взгляд трудно проследить связь между Грузией, Афоном и Симбирском, она все же есть. В чудотворной иконы, которая находилась на Святой горе, был сделан совершенно точный список, вплоть до самых мелких деталей. Высота, длина, ширина, все размеры и самые тонкие оттенки – все было передано с большой точностью. Этот список был подарен 13 сентября 1648 года царю Алексею Михайловичу Тишайшему. Именно царь Алексей Михайлович издал указ об основании города крепости Симбирска. В последующем с этого списка были сделаны другие копии. Икона во Всесвятском храме датируется серединой XVII века. Ее подарил первому настоятелю этого храма, партерею Алексию Скале, неизвестный благодетель, имени которого батюшка никогда не называл. Икона эта старинная, и была она черного цвета. Вот на ней остался такой кусочек, который как бы изначально сохранился. Потом на ней было еще два слоя надписей. И когда отец Алексий начал ее реставрировать, то и обнаружился вот лик Иверской Божьей Матери. Эта икона находится во Всесвятском храме все эти годы. Та святыня, к которой всегда можно прийти и поклониться. В женской спасской обители Симбирска, кроме Спасского собора, который по своей значимости не уступал кафедральному Троицкому, был и храм Иверской иконы Божьей Матери. Он был освящен в 1870 году. В этом храме находилась чудотворная Иверская икона Божьей Матери, которая по преданию была принесена в обитель некой пожилой женщиной. Эта икона была утрачена после разорения монастыря в 20-е годы 20-го века. Та Иверская икона Божьей Матери, которую мы видим сегодня в надвратном храме, была подарена Симбирской епархии в год возрождения Спасской обители. Однако ее происхождение и возраст неизвестны. К сожалению, бывает очень часто так, что у той или иной иконы есть очень интересная история, которая через какое-то непродолжительное даже количество времени становится историей. Но мы не записываем этого, не фиксируем, и очень мало что можем рассказать. Так вот случилось и с этим образом. Но только знают доподлинно, что эта икона именно из Спасского женского монастыря Симбирска. И вот она здесь оказалась в этой обители. Мы всегда можем помолиться возле этого образа. Домовый храм Иверской иконы Божьей Матери, располагающийся в Сестринском корпусе монастыря, был освящен в 2017 году, как раз к празднику Иверской иконы Божьей Матери. Здесь находится еще один Иверский образ. И была заказана икона Иверской Божьей Матери на святой горе Афон благодетелем этого монастыря, который очень много сделал для возрождения обители, Игорь Владимирович Любченков. Но когда он приехал на Афон, ему сказали, что заказ приняли, но он будет изготовлен не ранее, чем через год. Игорь Владимирович огорчился, огорчилась и матушка Сергия, потому что хотелось иметь образ к празднику. Но когда Игорь Владимирович уехал с святой горы Афон, то ему позвонили и сказали, что есть икона Иверской Божьей Матери, уже написанная. И вот те, кто заказывал эту икону, по каким-то причинам ее не забрали. То есть ее можно было взять и привезти в нашу обитель. Вот так и было сделано. Таким образом, вот у этой новой уже иконы есть своя история, которая пишется вот такими золотыми буквами. Промыслительно то, что сегодня в городе существует несколько иверских икон Божьей Матери, которым можно прийти и помолиться в любое время. А это значит, что Царица Небесная не оставляет своим покровом Симбирск и по сей день. От святые иконы Твоей Я, о владычице Богородице, Исцеление и цельбы подаются обильно, с верою и любовью, приходящим к ней. Эти слова звучат в день праздника в честь иверской иконы. 25 февраля митрополит Симбирский Новоспасский Илонгин совершил божественную литургию в храме в честь новомучеников и исповедников Симбирских Спасского женского монастыря. Для монастыря день иверской иконы Божьей Матери является одним из престольных праздников. Вы знаете, что в Москву несколько раз по повелению блога Честивых Государей были привезены копии иверской иконы. Ну и одна из них также была помещена у Красных Ворот Москвы. Вот такая вот московская вратарница, да, или как одна русская поэтесса написала, «Иверское сердце Москвы». И действительно, иконы это необыкновенно почитается, и по множеству чудес, которые были совершены от нее в разное время, разным людям по разным поводам, и по тому значению, которое ее почитание имело для всего православного мира, для православных христиан, и Греции, и Иверии, и России. Таким образом, она как бы и объединила эти страны. Я еще раз, малышка, поздравляю с этим и желаю помощи Божьей в монашеской жизни, которая является самым трудным, но в то же время самым благословенным и самым спасительным образом жизни для человека. Дай Бог нам всем быть, как говорится в древних песнопениях, посвященных монашесу, земными ангелами и небесными человеками. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская митрополия. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В наш адрес поступило обращение с просьбой пояснить, как быть, если во время молитвы постоянно отвлекаешься, так что теряется смысл, и молитва превращается в механическое прочтение текста. В первую очередь здесь следует задать себе вопрос, о чём мы чаще всего думаем во время молитвы. Ведь это не какие-то абстрактные вещи, а то, чем мы живём. Это наша работа, это наши знакомые, это наши повседневные обязанности, которыми мы отягощены. И если это во время молитвы настолько владеет нами, то значит, владеет и в другое время, владеет настолько, что мы забываем о Боге. Для того, чтобы справиться с таким недостатком, святые отцы рекомендуют один из способов, чтобы непосредственно во время молитвы, насколько это возможно, выйти из этой погружённости в те дела, которые вот так тяготят нас, понимая, что всё находится в руках Божьей, и всё совершается по этой воле. Во время молитвы тогда мы сможем себе сказать, зачем я думаю об этом сейчас, и зачем я об этом пекусь, если сам Господь управляет всеми моими делами. При этом не следует оставлять молитвенное правило, сокращать его из-за того, что у нас не получается сконцентрироваться на мысли, но следует в этом упражняться, не забывая о том, что во время молитвы мы отдаём или жертвуем, правильнее будет сказать, в Богу самое лучшее, то есть то, что мы уже не можем себе вернуть. Это время и наши силы. И Бог воспринимает даже такое старание, как посильную жертву, и отвечает на наши просьбы, которые мы и спрашиваем во время нашей молитвы. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы, которые вы присылаете в электронной почте. К нам поступил вопрос. Венчание, крещение, причастие – это всё таинства Церкви. Сколько их? Почему они называются таинствами? Откуда они берут свою традицию? Обязательно ли каждому христианину участвовать в каждом из них? Каково их значение для православного человека? Ну, как мы знаем из Писания, основные таинства христианства – это таинство крещения, как дверь вхождения в Церковь, и таинство Евхаристии. Но нельзя исключать из нашего внимания, да, и другие таинства, которые с первых веков христианства, это IV-VI век, упоминания об этих таинствах есть в Древней Церкви. Что это за таинство? Это таинство мира помазания, последующее за таинством крещения, в котором преподается благодать Духа Святаго, который помогает человеку укрепляться и возрастать в вере. Это таинство брака, в котором священник испрашивает благословения для будущих супругов на совместную жизнь, на совместное рождение, воспитание детей. Это таинство исповеди, в котором человек возвращается к тому пути покаяния, которому он избрал при принятии таинства крещения. Потому что в таинстве крещения человек избирает христианский путь, а в таинстве покаяния кается в своих грехах, возвращается на этот путь христианской жизни. Таинство елеосвящения, или по-другому таинство соборния, в котором для болящих испрашивается ослабление их грехов, оставление грехов, исцеление. Все эти таинства имеют под собой видимую часть. То есть это не просто ритуал, а это молитва к Богу о прощении грехов, о укреплении, о возрастании в вере, о помощи в семейной жизни. То есть все то, что касается ключевых моментов нашей земной жизни, все это сопряжено с церковными таинствами. Таинство священства, когда человек избирает путь служения Богу и в архиерейских молитвах, в молитвах епископа и спрашивается благодать для ставленника, чтобы он совершал церковные таинства или помогал при совершении. Существует вот семь таинств церковных, в которых мы и спрашиваем у Бога помощи, благодатной поддержки. И эта благодатная поддержка посылается под ведьмом каким-то символическим действием священник. Или это погружение в воду, или помазание святым освященным маслом, или возложение рук. Вот это есть церковные таинства. Так исторически сложилось, что их семь, и все они относятся непосредственно к делу нашего спасения. Естественно, человеку невозможно участвовать в силу семейного положения, в силу пола принадлежности. Например, женщины не могут принять таинство священства, поэтому, естественно, они не могут участвовать в этом таинстве. Есть таинство брака. Не каждый человек избирает путь жизни семейной. Есть еще и другой путь, путь безбрачия, поэтому тоже тут от этого таинства человек устраняется. Поэтому эти таинства как инструменты в восшествии к Богу, но, естественно, человек участвует по мере необходимости и в разных жизненных ситуациях. Здравствуйте. Елей. Елей — это особое масло, которое использовалось в церкви с самых древних времен и используется по сей день. В древности, еще в ветхозаветные времена, елей использовался для лечения прокаженных. Для лечения же его использовали и святые апостолы. И по сей день елей используется в церкви для таинств, в таинстве крещения, для того, чтобы приобщить человека к новозаветному сообществу. Используется в различных богослужебных таинствах и обрядах. Используется для того, чтобы выжигать в лампадках. И елей сам по себе, что это такое? Это оливковое или любое другое растительное масло, смешанное с каким-то благовонием. Поэтому церковный елей именно это то, что используется в церкви на протяжении тысяч лет для того, чтобы проводить церковные обряды. 27 июля городское старое кладбище, расположенное на улице Карла Маркса, отметит свое 145-летие. Его еще называют Воскресенским некрополем. Перед главными северными воротами вот уже 108 лет стоит необыкновенный по своей красоте храм Воскресения Христова. Это единственный православный храм Симбирско-Ульяновска, сохранившийся в первозданном виде, в котором не прекращались богослужения. Он был построен по проекту городского архитектора Федора Осиповича Левчака. К слову сказать, это был его единственный проект культового учреждения, выполненный в русско-византийском стиле, не характерном для Симбирска. При сравнительно небольших размерах церковь стройная и изящна. Алтарь храма смотрит на восток, а главный вход находится с западной стороны. С южной стороны главный храм соединяется с квадратным помещением крестильни. По архитектурно-художественным особенностям церковь напоминает те храмы Древней Руси, которые были выстроены по византийскому образцу. Согласно архивным документам, строительство храма началось в 1906 году. В августе 1910 года на купол Воскресенской церкви водрузили крест, а осенью местный иконописец Бурев расписал стены. В настоящее время кладбищенский храм единственный в городе сохранил дореволюционные росписи. Освящение церкви состоялось в 1911 году. Симбирские епархиальные ведомости тогда писали. 22 мая преосвященнейший епископ Вениамин совершил освящение кладбищенской церкви города Симбирска. Храм построен в византийском стиле и является одним из благоукрашенных городских храмов. Необычное оформление царских ворот Воскресенской церкви. Это центральный из трех врат, отделяющий алтарь от других частей храма. Именно в алтаре читается большая часть молитв, и они сокрыты от слуха прихожан. Царские врата венчают резной четырехконечный крест с надетым на него терновым венцом. Эти символы страстей христовых невольно напоминают нам о трагических судьбах тех, кто служил в нем в первые десятилетия советской власти. Были осуждены и расстреляны первый настоятель храма отец Иоанн Апраксин и сменивший его в 1916 году отец Иоанн Сергеевский. Также был расстрелян вместе со всем церковным причтем, с церковным старостой и регентом хора, служившей Воскресенской церкви, обновленческий архиепископ Ульяновский Иоанн Никольский. В годы репрессий саму Воскресенскую церковь неоднократно пытались закрыть. 2 августа 1941 года в праздник святого Ильи пророком храм все-таки был закрыт. 13 августа горисполком создал ликвидационную комиссию, чтобы в пятидневный срок описать все имущество, передать здание коммунхозу и сдать его в аренду под засыпку хлеба Ульяновскому за год пункту, за год зерно. Но уже осенью в храме снов зазвучали молитвенные песнопения. Это сквернение храма спасла эвакуация в Ульяновск осенью 1941 года Московской патриархии во главе с местоблюстителем Патриаршего престола митрополитом Московским и Коломенским Сергием Строгородским. А 26 октября именно в Воскресенском храме митрополит Сергий отслужил свою первую службу на Ульяновской земле. Московская патриархия находилась в Ульяновске до сентября 1943 года. Советские власти на храм более не покушались. Много для церкви сделал протеерий Борис Крыжин. Его перевели в Воскресенскую церковь на Старом городском кладбище в 1981 году. Его неутомимая натура помогла преобразить запущенный храм. Обновили росписи на стенах, построили новый предел, полностью отреставрировали храм, позже изготовили, осветили и установили на куполе новый крест. В 2000 году благодаря инициативе главы администрации области Юрия Фроловича Горячего территория кладбища стала благоустраиваться. Тогда же отремонтировали церковь, выкрасили стены и купола храма, водрузили новый, сияющий на солнце крест. К сожалению, на сегодня стены храма ветшают, снова необходим ремонт. Последний ремонт был 20 лет назад и лепнина, которую делали, а под воздействием внешней среды начинает уже осыпаться, облетаться. То есть, это, соответственно, достаточно такие средства, которые, ну, приход не может найти. Вот, ходим на заседание в мэрию, так сказать, держим руку на пульсе, вдруг найдутся такие добрые люди, которые помогут сохранить облик храма. Напомню, что не так давно приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 февраля 2016 года Церковь Воскресения была включена в Единый Государственный Реестр в качестве объекта культурного наследия федерального значения. Внутри храм постоянно обновляется, так за последние два года был заново покрыт позолотой иконостас. Храм богат иконами. Этот образ Божьей Матери, бережно сохраняющийся в церкви, которому более ста лет, свидетелем многих драматических и радостных событий в жизни нашего края. И таких икон в храме большинство. По словам настоятеля храма протеерея Олега Шмалько, они все имеют огромную историческую ценность. Представляете, да, в нашей области сколько было храмов, да, и когда их разрушали, куда несли люди эти храмовые иконы? В оставшиеся храмы. И поэтому у нас, видите, много киотов. Это вот в основном те самые иконы, которые из других храмов принесли, вот эти новые киоты стоят, потому что их надо было сохранить. Вот и мы вот таким образом здесь, то есть еще до мои предшественники, до меня, там, в течение того времени сохраняли эти иконы. Сейчас по мере возможности вот делаются киоты, выставляются, вешаем опять либо по благословению правящего архиерея в новые храмы передаем, то есть, как он скажет, в строящийся храм. Жизнь в храме идет своим чередом. С приходом нового настоятеля отца Олега церковные службы стали проходить чаще. Также был увеличен состав хора, введено новшество, при храме появилась детская воскресная школа. Я так думаю в дальнейшем деток привлекать к праздничным богослужениям, чтобы они, так сказать, детским хором исполняли какие-то песнопения. То есть, в общем-то, это очень, я считаю, полезно для прихода, для вообще, так сказать, внутренней жизни прихода. Это развивает приход, это будущее прихожане, это дети, которые как минимум плохому не научатся, да, которые будут знать службу, будут знать традиции, культуру собственного народа, собственной веры. По словам настоятеля, у храма есть будущее, а значит, Херувимы и Серафимы будут смотреть со стен церкви на новое поколение прихожан и через 50, 100, а может и больше лет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok